Формула успеха Ведущая, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Мельникова Здравствуйте, Анастасия Вериковна Здравствуйте, это все про меня, да? Да это все про вас Полпрограммы уже, по-моему, мы пропустили времени Люди по-разному воспринимают успех Для кого-то это медийность, когда его узнают на улицах Многие молодые люди, не очень молодые, мечтают о узнаваемости Кто-то хочет быть богатым, кто-то хочет быть влиятельным человеком и иметь власть Вот как бы вы обрисовали, что такое успех? Успех это когда мой ребенок мне сейчас на день рождения записала песню От которой я плакала, ну, наверное, часа полтора мне было не остановиться Не только как это было исполнено, а что именно эту песню она выбрала Что для ребенка важно не что-то материальное маме подарить А то, что будет, вот то, что затронет душу и сердце Вот я считаю, что это успех, что у меня вырос такой чуткий ребенок Успех это когда я вот уже 30 лет, уже даже больше, 33 года выхожу на сцену А в зал еще приходят, и значит, я еще что-то могу туда донести Значит, я пока интересна Значит, вот та реакция, которая вот эта волна из зала выливается на меня Что я не зря живу на этом свете Успех это то, что моя мама меня не ругает Вот, и какие-то вещи, которые я делаю, она принимает и что-то хвалит Естественно, есть вещи, за которые получаю по полной программе Поверьте, вот строже зрителя, чем мама нет И вообще человека, который бы мне сказал, что я делаю так, что не так Потому что она действительно хочет, чтобы ее дети были идеальными И она будет ругать не потому, что надо гадой сказать, а потому, что она хочет исправить эту ситуацию Чтобы мы были лучше Успех, ой, слушайте, столько много определений успеха, мне кажется Я только про себя рассказываю, это уже эгоизм Ну, немножко еще про себя А актриса Анастасия Мельникова, кем она мечтала быть в детстве? Самое смешное, что лет 15-20 назад моя очень близкая подруга, которая рано уехала в Москву Мы были в пятом или в шестом классе, она была самой близкой моей подругой Она мне вдруг подарила тетрадку, где моей рукой Еще, знаете, тетрадочка была такая, где вот нас учили Значит, это первый класс И там написано прописи, как прописи, точно Вот как прописи, с этим наклоном, которые были И там было написано, 19 сентября 1969 года Родилась актриса Анастасия Мельникова Причем я была уверена, что эта мысль мне пришла только в конце 10-го класса Когда родители хотели, чтобы я пошла в университет и занималась какой-то научной профессией, если я не буду врачом А вот я пришла на Маховую, увидела спектакль и первый раз в жизни почувствовала, что хочу быть не с этой стороны, не гостем, а хочу быть ведущей Вот ощущение, что мне хочется там быть больше, чем здесь И я только тогда сказала, что я хочу быть актрисой Оказывается, это было, я в 6 лет пошла в школу Оказывается, это было там И вот этот листочек у меня остался Поэтому вот это такая, как оказалось, мечта из детства Но я очень боялась даже думать об этом Потому что я понимала, что в моей семье серьезных хирургов, врачей, ученых Легкомыточная артистка – это что-то недопустимое И, наверное, комплексовало и это все загоняло Оказывается, видите, еще тогда Моя знакомая преподавательница по сценической речи рассказала, чтобы не ходили девочки заниматься речью Но родители строго-настрого ей сказали И не вздумайте им говорить, чтобы они поступали в театральный Вот они будут к вам ходить, будут учить стихи, декламировать Это полезно, но чтобы вы не говорили о поступлении Вот ваши родители как отреагировали? В первую секунду, это был первый раз в жизни, когда я услышала, что вообще оказывается мой папочка Умеет кричать, потому что добрее существа на свете я еще не встречала Но потом они сказали, что если у ребенка есть мечта, она должна сбываться И они дали мне шанс, и я всю свою жизнь, я и так за них молилась, молюсь и буду молиться Но плюс к этому благодарить за то, что они не сломали мне жизнь, а сделали меня такой счастливой Я безумно им благодарна, что они позволили мне сделать свой выбор Вот точно так же я пыталась быть похожей на них И когда я воспитывала Машу, я никогда... Она говорит, мам, посоветуй Я говорю, нет, здесь я советовать малыш не могу Вот тут ты должна решить только сама, кем ты хочешь быть Потому что это такое счастье Вот я вам честно скажу, недавно стою на сцене Вот нас не отпускают Мы еще раз на поклон выходим, еще раз на поклон выходим Я думаю, это я вот такое удовольствие получаю Сейчас выйду, а потом мне за это еще заплатят Я бы сама сколько угодно заплатила, чтобы только мне разрешили здесь сейчас постоять Вот когда ты так любишь свою работу То это, конечно, какой-то вот это дар Всевышнего, что мне позволили туда пойти Я обожаю свою работу, обожаю Нельзя давить Но единственное, что я сказала Машке Малыш, если ты пойдешь, поступишь и поймешь, что это не твое Никогда не бойся признать свою ошибку и идти дальше А когда мы начинаем доказывать себе Нет, я прав, раз я сюда поступил, значит я буду Я никому не покажу, что я был неправ Мне кажется, это глупостью Поэтому у нас с ней договоренностью, что она учится и решает Она действительно хочет этим заниматься Или мы идем в другой институт Это, мне кажется, на детей давить нельзя Наша мне не наша, но мы сами прожили свою жизнь, как мы хотели Давайте дадим им, возможно, делать то, что они хотят Даже если они ошибутся А представляете, как тяжело постоянно жить и думать А вот я мог бы быть счастливым Вот почему я не пошел? Мне кажется, проще пойти, удариться Муся об стол и идти дальше В моем случае получилось по-другому В моем случае стала вообще самая счастливая девочка на свете Ты получаешь какое-то образование И в любой профессии ты, в принципе, найдешь работу Но если ты актриса, то ты можешь вкладывать всю душу во время обучения Играть, например, на выпускном спектакле «Офелию» А потом перед тобой вдруг почему-то закрываются все двери И нет никакой реализации Это очень большой риск Вложить именно душу всю Во-первых, слово «какое-то» к институту на Муховой вообще не подходит Там блестящее гуманитарное образование Там потрясающе читают историю и зарубежного русского театра Историю русского зарубежной литературы Там потрясающе читают ИЗО И после этого института, если ты закончишь минимальные курсы И получишь лицензию, ты можешь работать экскурсоводом Ты можешь преподавать Ты можешь быть ассистентом Там написано, когда учебный план составляется Ты можешь быть вторым режиссером на площадке Ты можешь быть ассистентом по актерам Ты можешь быть помощником режиссера вести спектакли Ты обязан уметь быть реквизитором, костюмером, гримером Это все заложено в высшем образовании института на Муховой Который закончила я Поэтому история какое-то образование здесь вообще не подходит Другое дело, что Маша сразу сказала Мамочка, если ты разрешишь мне пойти в театральный институт Я говорю, малыш, ты уже в этом плане взрослый человек Конечно, еще малявка она во многом Но в этом Это только твое решение Но при одном условии, я думаю, котик уже мне условия ставит Думаю, ну ладно Послушай, если ты мне разрешишь параллельно закончить второе высшее Потому что я помню, когда у тебя год не было съемок Совершенно искусственно Там история была очень сложная Но я говорю, но я помню, как ты мучилась Я говорю, малыш, поэтому в моей жизни появилась вторая профессия Второе образование Я абсолютно с тобой согласна Естественно, ты можешь получить второе образование Если возникает пауза здесь Не потому что ты неталантливая Не потому что в нашей профессии момент удачи играет невероятную роль В нужное время оказаться в нужном месте Решаю твою судьбу кардинально Потом может быть огромная пауза Потом опять взлет Но чтобы была профессия, на которой действительно ты можешь зарабатывать себе на жизнь Потому что я умела шить, я знала языки Я очень много умела и без второго образования Но я с тобой абсолютно согласна Но ты так фантастически готовишь Что ты пойдешь вообще шеф-поваром в любой ресторан И будешь на пропитание, если точно заработаешь Но она сразу сказала Да, мамочка, мне нужно второе образование Единственное, с ней договоренность Никаких параллелей Потому что тогда не получаешь ни одно, ни второе образование Машенька только одно за другим Вот в этом году мы, слава богу, поступили Страшнее года, я думала, самый страшный год в моей жизни, когда я поступала Я поняла, что когда поступает твой ребеночек Это страшнее в 10 раз, когда вот эти нервы все Но котик поступил И вот когда она закончит, она пока не решила То есть она мечется Я ей предлагала продюсерство Потому что мне казалось, что если это гуманитарное образование То второе должно быть какое-то более практичное Но потом я поняла, что никакой она не продюсер Никакой она не экономист Это совсем не наше И вот все больше я наблюдаю Мне очень нравится, как она строит кадр, как она фотографирует Возможно, это будет фотография Возможно, это будет журналистика Она замечательно пишет У нее вот слог хороший Она очень хорошо знает языки Может быть, она будет более серьезно и глубоко изучать языки Я не знаю Но я согласна с ней, что второе образование необходимо в нашей профессии Это вы правы Сегодня все, завтра ничего А потом опять может быть все Это да Ваша дочка еще совсем молоденькая девочка Она уже сыграла в военной киноленте Вот насколько современной девочке легко И как это вообще возможно Мы современные люди, которые не знали в принципе войну И ничего такого не видели Вот как вжиться в эту роль Насколько ей это далось легко Я совершенно убеждена, что в первую очередь это зависит от родителей И я никогда не говорила Маше, что такое хорошо, что такое плохо, что такое война Она просто видела мои глаза Поскольку я росла с обожаемой бабушкой и папой и прабабушкой Которые в блокаду были здесь И я видела их глаза То есть мне проще понять Потому что через эту боль прошли люди, которых я безумно люблю И видя их глаза Но любые кадры по телевидению, любая книга Когда она видела, что я читаю и плачу Смотрю и плачу Что-то рассказываю и мне не сдержать слез Но у нее уже отношение к войне совершенно другое Потому что мне кажется, что это в первую очередь из семьи От традиций, от того, как относишься к 9 мая От того, идешь ты на парад или нет От того, идешь ты И бессмертный полк для меня блестящая история И я с диким возмущением читаю отзывы, что это коммерческая история Я считаю, что вот эта память, она необходима, она важна И это спасает наши души в первую очередь И плюс к этому я хочу сказать, что я очень благодарна нашей современной школе Которая такое внимание уделяет этой теме И как школа, для меня всегда была школа не воспитательной частью жизни А образованием Мне казалось, что родители должны воспитывать, а школа давать образование На сегодняшний день школа взяла на себя во многих случаях и функцию воспитания Потому что родители столько заняты на работе На одной, на второй, на третьей носятся Что у них просто физически и морально не хватает сил Поэтому Машка была абсолютно готова Тем более эта история была связана с историей нашей семьи И мой папа был в этот день на этом месте И я Маше это рассказывала Маше было тяжело из-за гипертрофированного чувства ответственности Вот то, что мы с вами до начала передачи говорили Что вот даже у ребенка она потеряла половину волос Потому что вот эта степень, что я подведу режиссера Я не смогу сыграть, он в меня поверил А я сейчас не сделаю Конечно, у тогда 15-16-летнего ребенка это вызвало такую реакцию На мой взгляд, не очень адекватную Так сильно надо переживать, надо готовиться, надо вживаться Но когда она меня спросила, что делать Я говорю, ни одного совета никогда Потому что это только режиссер может сказать Главное, ты верь ему и внимательно слушай то, о чем он тебя просит Только делай то, что сказал режиссер и оператор У меня к тебе одна просьба Тебе будут подходить все, кому не лень Советовать, как и что надо сделать Вот как ты сейчас пришла ко мне Меня не слушай и никого не слушай Два человека, режиссер, оператор Иначе, малыш, у тебя будет Но это действительно вынос мозга даже у меня, у взрослого человека Когда каждый подходит и рассказывает, как надо сыграть А я понимаю, что я тоже хочу по-своему сыграть Но есть режиссер, и у него есть общая картина И я только одна составляющая этой огромной истории Да не надо ни ко мне, ни к Маше лезть советами Режиссер, оператор, все Я думаю, любой актер, он встает перед такой проблемой Когда нет участия в каких-то проектах Предлагают какую-то роль И он понимает, что она, ну, это участие в этом проекте Не совсем связывается с его какими-то моральными установками И многие вот наступают на свои какие-то представления О честности и порядочности Ради того, чтобы, ну, а вдруг, вдруг это шанс Вдруг я познакомлюсь там с нужными людьми Вдруг это будет дорога в какое-то большое кино Я не смогла наступить на себя И какие-то проекты я отказывалась Не потому что это моя амбиция А потому что это, ну, если, допустим Фашизм выводится в степень чего-то правильного Я никогда не снимусь в такой картине Ни за какие деньги Я никогда не снимусь там, где даже в художественном плане Пропагандируются там наркотики, алкоголь и так далее Что это правильно и хорошо И что семейная жизнь это совсем не любовь А это выгодное решение проблем И сексуальная жизнь она в первую очередь на месте То есть когда это не совпадает с моим внутренним Даже если я играю отрицательного персонажа В сценарии это должно быть понятно Что это отрицательный персонаж Тогда я его играю Я играла в Соньке золотой ручки Каторжницу, которая этот слиток подкинула Соньке И Соньку вот избили за это Но я играю убийцу-преступницу Которая сослана на каторгу Это понятно, что это отрицательный персонаж В этой картине И она, ну, примитивно говоря Она осуждается Тогда я на это соглашаюсь А если бы эта героиня была сделана Вот нужно делать так Нужно красть и подкидывать, чтобы выжить Вот если бы был этот смысл То, конечно, бы я на себя никогда не наступила И не наступлю Это то, что я вот считаю Что гениально снятый Потрясающий фильм Брат Но я была в шоке от того Что преступник делается героем положительным Мне сама эта мысль Вот мне она Вот моему нутру противоречит При том, что я говорю Гениальный режиссер Гениальные артисты Потрясающе снятая картина Потрясающе Классическая Но сама идея Такая романтизация бандитизма Вот Мне это непонятно Я против этого Я не говорю, что я права Я только высказываю свою точку зрения Только потому, что вы меня об этом спросили Сама бы я нигде об этом не заговорила Но вы не стали бы сниматься в тех проектах Которые против вашего душевного настроения Нет, я не стала бы А я не стала Вот то, что против моих каких-то моральных принципов Я... То есть нельзя изменять себе? Нет, категорически Даже когда Конечно, вам хорошо Вам всегда было, чем кормить семью Вы могли заработать А кто-то вам сказал, что у меня всегда это было У меня были очень тяжелые времена И дело не в том, что Вот надо соглашаться только бы заработать Я в какой-то момент вынула швейную машинку И села строчить шторы Но на себя я наступить не смогла И вот год, который был очень сложный Самый сложный Это спасибо, что мои подруги мне свои заказы отдавали И не говорили, что это я строчу Потому что в тот момент Ну не надо было этого афишировать Но мне проще и правильней Сесть за швейную машинку, если я это умею И чем наступить на себя И получить деньги за то Что, помните, как Ранецкая говорила Денежки быстро закончатся А позор на пленкушке на всю жизнь останется Поэтому нет Я ношу фамилию своего отца И я никогда не дам Опозорить фамилию Мильникова Как вы участвуете в политической жизни Занимаясь съемками Очень часто у актеров совпадает Один проект, накладывается на другой проект И воспитание дочки Это всем известный факт Что многие телеведущие, актрисы Дети на них смотрят Вот как мама там где-то в кадре на картинке А в жизни ее нет Как вам умудрились уделить внимание дочери? Вы знаете, мне кажется, что это Правильная расстановка внутри себя Вот ты приоритеты расставляешь Что в эту секунду для тебя важнее Когда Машу я с утра увозила в школу А она в школе В этот момент я ей не нужна Но не было дня, чтобы Если я не в командировке А с того момента, как Машка пошла в школу Я от всех съемок вне города Стала отказываться Я очень редко уезжала в Москву Максимум на два дня Но Маша знала, что вечером Мама в любом случае Даже если идет съемка Приедет, выкупает Почитает, споет песню, уложит Она уснет у мамы на руках И утром она проснется Мама ее будет будить И отвезет в школу Я могла Она засыпала И были случаи Когда я возвращалась на площадку В 5-7 утра Уже к тому моменту, когда ей надо вставать Я была дома Потому что нужно было работать Это просто ты выбираешь В этот момент ребенку не столько нужно Она все равно занята Она в кружках, она там, она там В этот момент и в этот возраст Ты должен быть рядом постоянно Вот как только она стела трубку Через 3 секунды ты должна быть рядом Да, это тоже повлияло Что я какие-то проекты потеряла Это естественно и нормально Но что тебе в эту секунду дороже? Единственный детеныш или работа? Если это касается спектакля Да, я не имею права сорвать спектакль Есть артисты, которые, узнав о смерти Очень близких людей Выходили на сцену И доигрывали спектакль А потом ехали Есть чувство долга Это да Точно так же, как Маша знает Что вот в моей парламентской работе Если в этот момент кому-то будет очень плохо И мама должна будет ночью уехать Потому что там людям надо помочь Она меня отпустит То есть мне кажется, что это тоже самое важное воспитание Это воспитание чувств Когда ребенок понимает Не как вилку с ножом держать Не как чашку держать А то, что ребенок должен уметь Сочувствовать, сопереживать И постараться помочь Вот мне кажется, что мои работы сочетались Именно в пользу воспитания Маши Что она понимала, что вот сейчас Да, придется подождать Потому что тому человеку Ее мама нужнее, чем мне Это мои переживания Мои, как она считала, капризы Я считаю, что это совершенно естественное Нормальное переживание подростка Но сейчас там жизненно важная проблема И отпускать Это просто правильное планирование Когда проекты наслаиваются один на другой Было время, когда я уезжаю на три дня в Москву И весь день я в студии записываю как ведущая И студии меня забирают на машине И я снимаюсь всю ночь То есть если ты режиссеру нужен Режиссер подстроится под твой график И я спала только в машине пока ехала В самолете пока летела Но это правильное планирование Профессиональных людей Мне всегда помогали Удивительные профессиональные люди Которые точно знали, как это сделать Я не умею вот эти сетки все составлять Это другой способ мышления Они умеют, они знают как Просто нужно обращаться к профессионалам, наверное Сама бы я не справилась никогда Хорошие люди вокруг Большое спасибо, Анастасия Рюриковна За ваши ответы, за вашу формулу успеха Которую вы поделились с нашими зрителями И я думаю, что многим зрителям действительно будут очень важны ваши советы по воспитанию детей Это не советы, я просто поделилась опытом Я очень боюсь кого-то учить и советовать, честное слово Но опыт, он полезен чужой опыт Даже иногда отрицательный опыт, он тоже опыт, правда? Спасибо большое за то, что нашли время и посетили нашу студию Спасибо вам, что позвали Спасибо вам огромное Большое спасибо всем зрителям, кто смотрел нашу программу Не переключайтесь, продолжайте смотреть наш телеканал Впереди вас ждет масса интересных программ И не забывайте звонить по телефону нашей открытой линии Операторы колл-центра всегда рады Принять все ваши звонки И записать ваши вопросы Итак, большое спасибо за внимание До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»